Актубе, Кокшотау и все районы Североказахстанской области приняли участие в открытии летнего скакового сезона. В честь этого события на ипподроме приготовили большую программу. В нее вошли 9 видов испытаний. Как это было и за что боролись спортсмены, смотрите в сюжете Дарьи Пышмынцевой. Открытие летнего скакового сезона всегда проходит зрелищно. В этом году гостей спортсменов ипподрома встретили красивым национальным танцем под музыкальное сопровождение дамбристов. С приветственным словом выступил первый заместитель главы региона Марат Асмаганбетов. С обретением независимости в нашей стране вместе с исконными традициями казахского народа стали возрождаться национальные виды спорта. Они отражают дух и историю казахского народа и по праву занимают приоритетное место среди спортивных дисциплин. Отрадно видеть, что около 8 тысяч североказахстанцев увлеченно занимаются национальными видами спорта. И это не случайно, ведь наш регион является родиной коневодства. Это орловский рысак, ему 7 лет. Красивые и статные, они будто сошли со страниц сказок. Представляют 8 пород, каждая по-своему уникальна. Русский рысак по кличке Баху стремительно промчался по ипподрому. Его жокей Артем Чибисов говорит, что конь чувствует атмосферу соревнований, но сам уже не участвует, поэтому нервничает. Он поставил 4 рекорда. На ипподромах России у него 3 рекорда. На нашем ипподроме у него 4-летнего возраста рекорд стоит. Жеребец выиграл множество призов. Сейчас в данный момент ему 10 лет. В данный момент он производитель. С 6 утра занимаемся с лошадьми. Утром кормятся, поятся лошади. Также уход, также проездки у них. Выезжаем на них. В леваду лошади выходят. Кормление особенное, конечно. Тем временем уже прошли гладкие скачки на 1800 метров. Победителям сразу вручили кубки и грамоты. К заезду готовятся рысаки 4-летки. Им нужно пробежать 1600 метров. Жокеи управляют русскими рысаками. Они легкоупряжные. Участники на протяжении всего забега должны следить за темпом лошади. Если она перейдет на голубь, жокей будет дисквалифицирован. Уступить не хочет никто. Ведь на кону победа и денежные призы. Спонсором данного мероприятия выступила Федерация национальных конно-физоспорта Сирокастанской области и клуб, конно-спортивный клуб Тулпар. На сегодняшний день призовой фонд 600 тысяч тенге. И кроме того, будут взносы с каждого участника, которые будут также распределяться среди победителей. В программе 9 скачек. Это 5 по скаковым видам спорта и 4 по беговым видам спорта рысаки. Дистанции от 1600 классическая на гладких скачках Ушкур-Баге до 15 тысяч Аламан-Баге. Зрелищное, яркое, захватывающее. Все это Аламан-Баге. Древний вид спорта требует от участника и его коня физической силы и выносливости, так как речь идет о дистанции в 15 километров. Почти половину забега наездники преодолели под проливным дождем. С самого начала состязания быстрый темп задал жокей из Иртаусского района под номером 53. 9 кругов Нурболток-Тахан шел первым. Стремление и воля привели спортсмена к победе. Я начал участвовать в скачках с 11 лет. Катаюсь с 9. Это моя вторая победа. До этого занимал второе место на соревнованиях в Караганде. Очень важно, чтобы жокей и конь чувствовали друг друга, понимали. Тогда результат будет хорошим. В день открытия на ипподроме прошли 9 видов скачек. Призовой фонд составил 1 миллион 155 тысяч. Самый большой приз был в Аламан-Баге. Нурболток-Тахан из Иртаусского района завоевал 165 тысяч тенге. Дарья Пашмансова, Желудосбекер Муканов. Новости МТРК.